Вы знаете, что когда Бог пророчествовал о последнем времени, он упомянул, что как Исайя пророчествовал о последнем времени именно о том, что придет Иоанн Креститель, что еще раз придет такой же Дух, опять будет также побуждать. То есть придет глаз вопиющего в пустыне и будет говорить, приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте, в степи сези Богу нашему. Вот легко говорить, правда, прочитали, приготовьте, сделайте прямыми, ну давайте делать прямыми пути, давайте приготовим. Я думаю, мы можем так сделать, дорожку такую, в сторону отодвинуть, скамеечки наши, можно в кафедру спустить сюда, можно еще поменять, вот, например, поющих переставить. Приготовимся, пути сделаем, как по-вашему. О чем говорит Господь? Многие так и понимают, начинают перестановки. Я думаю, не это приготовление, правда же? Совсем не об этом говорит Господь, не к этому призывает. Знаете, когда Господь сказал Моисею, скажи народу, пусть приготовится, потому что через три дня я приду. Вот, если вам скажет Господь, вот будет такое слово, через три дня он приходит, что вы сделаете? Как вы будете готовиться? Как? Кается, кто-то будет кается, кто-то еще что-то. Ну вот, кто-то будет радоваться. Мои хорошие, Господь сказал Моисею, как приготовиться? Одежды свои омыть. Тело свое очистить, омыть. И поститься. Все эти три дня поститься. То есть, приготовление очень интересное должно быть. Это очищение, омовение, посты. Приготовьте внутренность свое. Весь Ветхий Завет это прообраз для нас. И сегодня Господь опять нас призывает, приготовьтесь. И что приготовить? Сердце. Приготовить надо сердце. Выпрямить пути сердца своего. Фактически сердце это жертвенник. На котором приносятся жертвы хвалы, поклонения, жертвы любви. И должны приноситься жертвы, угодные Господу. Поэтому, когда мы хотим приготовить жертвенник, мы должны приготовить свое сердце. И положить на этот жертвенник что? Свою любовь. Положить на этот жертвенник. Не так ли? То есть, жертву надо положить на жертвенник. Чтобы сошел Дух Святой, там должна быть жертва. Если не будет жертвы, Дух Святой сойдет. Приход Господа, Он всегда в огне. Он всегда как огонь сходит на свою жертву. Это святой огонь. Огонь Духа Святого, это святой огонь. Поэтому сказано было об Иисусе Христе, что Он придет крестить огнем. То, что посвящено Ему, будет взято огнем. Вы знаете, я сегодня утром тоже молилась. И подумала, какая истина. Бог хочет, чтобы мы посвятили Себе не только душой с Богом, там, Духом, я с Богом, а тела также. Огонь хочет сойти на всего человека. Он хочет проявить себя. Вот я хочу прочитать Малахию 3, 2, 4. Это к нашему времени. Мы живем сейчас в этом времени. Говорится, и кто выдержит день пришествия Его? Мы Его ждем, но кто выдержит день пришествия Его? И кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь расплавляющий. И как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро. И очистит сынов Левия. И переплавит их. Как золото и как серебро. Для чего? Чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима. Как в одни древние и как в лета прежние. И так, тогда будет приятно. Когда будет приносить жертвы правды. Пришествие Господа, оно всегда сопряжено с огнем. С огнем Его Духа. Но для одних это огонь осуждения, а для других благословение. Это огонь любви на жертвенника. Вы знаете, что мы не можем свести огонь на себя. То есть Духа Святого мы насильно на себя не примем. Это как бы от человека не зависит. Он только приготовляет жертвенник, кладет жертву. А сам себя. Крести Духом Святым сам себя. Ну, крести. Ну, давай, зажги сам себя огнем Божьим. Не можешь. Это от Господа. Огонь Он сводит с неба. Но жертвенник Бог сам себе не строит. И жертву сам себе Бог не кладет. Это от человека. То есть получается так, что человек строит жертвенник, кладет жертву, а Бог сводит огонь. Это совместно. Конечно, человек может принести свой чуждый огонь. Может. Гореть не тем огнем может. Но мы с мамой видели, чем это закончилось, когда принесли чужой, чуждый огонь. Сыновья священника. Первого священника. Корона. Печальная картина. Поэтому со своим неправедным огнем лучше туда не идти. Но стоит ждать и призывать и желать огня Духа Святого. Который сойдет на жертву. Если жертвы нет, он не придет. Человек не в силах это сделать. Понимаете? Это все должно быть совместно. Все, что должен сделать человек, это свое сердце приготовить. И в этом сердце должна быть жертва Господа. Тогда сойдет огонь Духа Божьего. Но когда мы начинаем строить жертвенник, когда мы только приходим к Господу, когда мы покаялись, когда мы покрестились, водное крещение, заключили завет, я не думаю. Слава Богу, мы пришли, мы получили спасение, приняли спасение, оправдание приняли. Но дальше начинается жизнь. Жизнь в Господе. Она должна быть жертвенная. Это построение, вот как человек строит жертвенник. Ну, давайте мы посмотрим, как это вот так жить. Иоанн 4, 23 говорится. Но настанет время, и настало уже. Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников ищет Отец себе. Истинных поклонников ищет Бог себе. Ну, что называется поклонением? Разве Он ищет того, чтобы по воскресным служениям было вот это прославление, поклонение? Этого искать не надо. Это в каждой церкви есть, слава Богу. Этого достаточно. Где-то большое поклонение, где-то маленькое. Ну, поклонение есть в любой церкви. Мы даже дома можем поклоняться, правда же? И поклоняемся, и поем, и прославляем Бога, и молимся, поклоняемся. То есть, не этого ищет Бог. Это есть. А что тогда Он ищет? Он ищет человека, поклоняющегося воистину Ему. Он ищет церковь, которая воистину поклоняется Ему. Поклоняется всей жизнью. Это жизнь поклонения. Жизнь может строиться поклонением. А может быть, поклонение воскресного дня. Ну, по пятницам. Понимаете? Жизнь. Он ищет истинного поклонника. И так, что является истинным поклонением. Если посмотреть на патриархов наших, Ветхого Завета, как они строили жертвенники, как они приносили Ему жертвы, это были жертвы хвалы, благодарения. Однако, очень интересно, написано к евреям, 10, 5, 7. Жертвы и приношения ты не восхотел. Но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот, иду. Как в начале книги написано о Мне. Исполнить волю Твою, Божьем. Вот оно, истинное поклонение. Иду, исполнить волю Твою, Божьем. Это об Иисусе Христе сказано. Но Он сказал, следуйте за Мной. Правда? Надо следовать за Ним. Значит, это и наш путь. Истинных поклонников путь. Это исполнение Его воли. А это возможно только в полном посвящении. А полное посвящение это значит полное послушание. Без послушания невозможно. Ничего, правда? Итак, Господь сказал, очень интересно, что Он не восхотел вот такие жертвы. Поэтому Павел что сказал? Возлюбленный, Он сказал, умоляю вас, да? Что, посвятите тела ваши. Не просто души, духом я с Господом, сердце я с Богом, у меня Бог в сердце сам живет непонятно как. Он говорит, нет, тела посвятите. Потому что тела, если ты посвятишь, ты уже воистину будешь, как сказать, вовлечен в служение, вовлечен. Ты не сможешь сидеть там у телевизора, а сердцем я с Богом. Посвятите тела ваши Богу, жертву живую, уходную Ему. Итак, Псалом 50, 19. Жертва Богу, дух сокрушенный. Гордое сердце, это не жертва Богу. Самоуверенное, самоправедное, это не жертва Богу. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь, Боже. Так как приготовить путь Господу? Сердце сокрушенное, смиренное. Это жертва, угодная Богу, на которую сходит огонь. Бог ищет такое сердце, ищет, на которое может сойти Духом Святым. Понимаете? Наши сердца нам надо приготовить. Поклоняться надо, научиться Ему всей своей жизнью, когда можно сказать, что это твой Бог. Когда будут о тебе говорить, что это Его Бог. Это будет видно, что у тебя есть Бог. Не просто, что ты верующий. Все, кого не спроси, я верующий, я католик, я православный, я верующий. Но жизнь говорит об обратном. Трудно поверить, что он верующий. Но вот даже среди израильского народа весь израильский народ был народом Божьим, так считается, правда же? Народ Божий. Но почему-то этот народ Божий обращался к пророкам и говорил, помолись Богу Своему. Моисею говорили, помолись Богу Своему. Но сначала у Моисея не было так. Начало не было. Посмотрите его начало. Интересно, исход 3,6. Когда Бог явился Моисею в кусте, что он сказал? Я Бог Отца Твоего. Он не сказал, я твой Бог. Потому что для него он еще Богом не был. Вы посмотрите разницу. Да, Моисей потом стал великим служителем Божьим. И потом говорили, помолись Богу Своему. Но в тот момент он еще, хоть из народа Божьего и был призван, но еще не стал. Но тогда он был между прочим народом, но он еще не был и Бог говорит, я Бог Отца Твоего. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Моисея закроет лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И если мы будем читать Ветхий Завет, мы много мест найдем, где говорится, поклонюсь Господу, Богу Твоему, Саул сказал пророку. А что насчет Тебя? Это не Твой Бог? Нет. Нет. Да, он считал, что Бог, Бог Израиля. Но Его Богом Он не был. Кто может поднять руку и сказать, Он для меня Бог? Он мой Бог. Мы все верующие, но для кого Он Бог? Кто живет так послушно, не ища своего, а покорно, поклоняясь всей своей жизни, чтобы права сказали, ваши домашние, ваши на работе, неважно где. Это Его Бог. У Него есть Бог. Помолись своему Богу. Это великая оценка. Я вам скажу. Великая. Это великая оценка. Когда для тебя Бог. Почему Бог Авраама? А потому что для него был Бог. Он ради него оставил родство свое. Он оставил все. И пошел непонятно куда. А почему? Потому что Бог сказал. И как шил, так и жил. Шел, как Бог говорил. И вел. За столько лет он не получил то, что обетовал Бог. Сколько лет уже над ним смеялись. Ну что, Авраам уже застарился, да никогда не исполнится ничего. Но для него Господь был Бог. Ему было все равно, кто что говорил. Ему было важно, что Бог говорил. Потому что он Бог его. И он стал кем? Другом Богу. Вы понимаете, какая честь? Друг Бога. Да, Бог испытал его. Через годы, сто лет уже Аврааму. А Бог исполнил свое обетование. И еще продлил его годы, чтобы он воспитал сына. И Сара родила в 90 лет, но Бог дал ей крепость вырастить сына. А пришло время, он говорит, принеси мне сына. Принеси мне сына в жертву. Если я твой Бог, покажи, что ты меня любишь больше, чем кого-либо на этой земле. И он пошел. Потому что он для него был Бог. И он ему верил абсолютно. Он говорил, даже если я принесу его в жертву, Бог силен его мне вернуть. Он говорил, даже если я привожу ему как обрак, Бог силен верить его веру. Он смотрел на него и говорит, да, вот это правда вера. Мы сегодня называемся дети Авраама по вере. Вот у него такая вера была. Вера кому? Богу. Он мой Бог. Он сказал, сделал. А раз он сделал, значит, это не может исчезнуть. Что бы ни произошло, это будет стоять. Это называется мой Бог. Это называется у меня есть Бог. Это Бог называет поклонением. Как сказал ангел Аврааму, когда Авраам уже занес нож над своим любимым, единственным сыном. Он говорит, теперь я знаю. Вы понимаете, теперь я знаю. Он достиг сердца Авраама. Достиг его послушание, пик его послушания. Теперь я знаю. А до сих пор у Авраама что-то еще. те плюс. Но теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Как Авраам в это время был похож на Господа. Потому что Господь не пожалел сына своего, единородного, единственного, чтобы спасти человечество. Это любовь. Бог так любит нас, Бог так любит Бога. И Господь хочет видеть, что мы так любим Бога. Что мы способны так любить Бога. И мы можем так любить Бога так вот. И он сказал, любите, как я вас люблю. Ну вот возлюбите так. И вторично ангел подошел и вторично сказал Аврааму. Благословляя благословлю, да? Благословляя все имени Твоем, все народы земли за то, что Ты послушался голоса Моего. Вот просто за то, что Ты послушался. За то, что поверил и послушался. Я благословлю в Тебе все народы. И Он дал Ему одно семя Иисуса Христа в Котором благословились все народы. Кому Он доверил? Другу. Иисус Христос по крови человеческой, сын Авраама. Сын Авраама. Вы понимаете, какую честь Бог оказал Аврааму. За что? Просто за то, что Ты поверил. За то, что Ты был послушан. За то, что Ты так поклонился. Это поклонение, не другое. Я хочу, я буду, я знаю. Я не хочу, я вот так. Это не поклонение. Поклонение это когда Ты просто исполняешь волю Бога, даже не понимая. Разве Авраам понимал, что он делал? От начала не понимал. Бог сказал, он пошел. Куда я иду? Написано, он не знал, куда идет. Даже от начала. Это поклонение. Вы понимаете, что такое поклонение? Какое поклонение он ищет от нас? Какую жертву он ищет от нас? Поклоняйтесь вы истине. Вот то, что он называет истинным поклонением, послушанием. Все остальное это самоволие. Только послушные во истину ему поклоняются. Иисус уже потом сказал, можно сказать, что то же, что произошло с Авраамом, когда ангел ему сказал, теперь я вижу, теперь я вижу, что ты любишь больше всего Бога. Больше всего душевного. Больше всего, что может человеку быть дорого. И Иисус тоже сказал. Матфея 10, 37-39. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Это Евангелие. Это Евангелие. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Авраам был достоин Бога. Да. Он оказался достоин дружбы Бога. Бог сказал перед всем небом, это мой друг. Не спасенный. Это мой спасенный. Это один из народа Божьего. Божьего. Нет. Друг. Друг Бога. Друг Бога. И тут Бог говорит, Иисус говорит, тот не достоин меня. Кто кого-либо любит более, чем меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто может сказать смело, что он достоин Господа? Кто может сказать, что он достоин Господа? Да, я достоин Господа. Бог говорит, ты достоин. Кто? Кто ради Господа? Все готово ставить, потому что он для него Бог. Потому что Господь занял место в твоем сердце Бога. И ты ни на что, ни на кого не посмотришь, ты поклоняешься. Вот что такое поклонение, когда он для тебя Бог. Понимаете? Тогда ты достоин Бога. Он скажет, не ты скажешь, я достоин. Он скажет, ты достоин. Аврам выстроил жертвенник Богу. Не там, не на горе Мурай. Вот тут он выстроил жертвенник Богу. Вот здесь он принес своего сына. Вот здесь. Вот здесь, в сердце свое. И на эту жертву сошла любовь. Бог влюбился в него и поднял его. Понимаете? До того, что мы с вами знаем Авраама, и мы дети Авраама. И целый народ получил великое благословение, как дети Авраама. Где бы он не увидел еврея, он благословляет, потому что Авраама любит. Недостойный, достойный, недостойный. Авраам достойный. Он до слова Авраама. Почему? Потому что он Бог Авраама. Вы понимаете? Мы, если мы дети Авраама, если он для нас Бог, то и наших род будет любить Господь. Потому что ты не пожалел души своей ради него. Когда придет время, и Бог попросит, послыши на жертвенник сына твоего единорода. То есть, то, что ты любишь. Твою душу возложи. Кто способен? Честно загляните в свое сердце. Не надо, Бог все видит. Честно загляните в свое сердечко и скажите, ради тебя, Господи, я на все способен, на все согласие. Есть такие? Это и называется то, что вы выстроили жертвенник и положили жертву. А вы знаете, что жертвенники строят все. Все. И вы строите жертвенник. Но вы знаете, сколько пустых жертвенников. Нету жертвы. Господь приходит посмотреть, а жертвы нет. А жертвенники пустуют. Но вокруг жертвенников стоят и говорят, сведи огонь, я жду огня Духа Святого, сойди на меня. А что это я на пустой жертву никакой сведу? А где жертва? А жертвы нет. Огонь давай. А жертвы нет. Принесите жертву. Приготовьте. Приготовьте свои сердечки. Пусть для вас он будет Бог. Пусть ваши жертвенники не будут пустыми. Свою любовь. Вы вспомните, что первая заповедь. А теперь честно, положите руку на сердце и скажите, я выполняю первую заповедь. Я возлюбил Бога всем сердцем. Нету в сердце там ничего против Бога. Всей душою. Всем разумом. всеми крепостями своими. Я не вижу на сердцах рук. Мои дорогие, это и есть поклонение. Это и есть поклонение. Это первая заповедь всего лишь. Это первая заповедь. Если первую заповедь мы не можем выполнить, как выполним вторую? вот так же выполняем и вторую. Вот настолько же любим и братьев и сестер. Чуть-чуть. А в основном себя родим. Понимаете, что происходит? Жертвенники пустуют. Бесполезный труд. Выстроили камни, сложили. Я храм Бога живого, а огня нет. Нет пользы верующему. Если написано любви не имеет. Кому? К самому себе? К Богу имеется в виду. Когда Павел говорил, он вообще о другой любви не говорил. Он говорил о любви агапы. Это Божья любовь. Как она может Бога не любить? В ком есть агапы, он любит Бога. А Бога любит агапы как? Совершенно. Совершенно. Понимаете? Вот эту любовь Бог хочет увидеть. Всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью. Чтобы не были жертвенники мертвы. Кто так хочет идти за Господом? Приготовьте путь, Господь. Выпрямите пути своего сердца. Не надо кривизны и лукавства. Это не надо. Языком говорить о любви, которой нет. Не надо. Устами приближаться к Нему не надо. Сердцами. Сердцами. Откройте свои сердечки. Пустите туда Бога. Бога впустите. Пожелайте того, чтобы Он стал вашим Господом, чтобы Он стал вашим Богом. Вы знаете, Евангелие читаю, и во всем вижу, как Иисус призывал к любви. И в первую очередь Он призывал к любви, к Богу, к Отцу. Он пришел показать любовь к Отцу. И что Он говорит? Поле. На этом поле есть жемчужина. И один человек увидел, там клад, клад увидел. Что он делает? Все продает. Чтобы приобрести. Понимаете, что это значит? Все продает, чтобы приобрести. Платить цену. Все, что Он имел, Он понял, ничего не ценно. Ничего не дорого. Вот это жемчужина. Если для тебя, Господь, драгоценность, если Он правда для тебя, драгоценность, если он правда для тебя, драгоценность, заплати цену. Продай все. Это все не ценно. Вы знаете, когда вы придете на небо, вы поймете, о чем говорились. Вы поймете, о чем Бог говорит. Но может быть поздно для кого-то. Скажите, Боже мой, я не оценил той жемчужины, которую Бог предлагал. Я мог не полюбить такого Бога. Как будет печально. Как хочется, чтобы эта любовь сейчас коснулась нас. На такую жизнь, которая посвящена Богу, Дух Святой сходит. Они носят Духа Святого на себе. Ими Бог прославляется. Не момент, когда пришел, вот помолились, ой, почувствовал, ой, коснулась, так мурашки побежали. Мурашки могут и не бегать. А ты являешь Господа, потому что в тебе Бог. Так что, мои хорошие, каждый, кто приступает строить жертвенник, приготовьтесь к тому, что на жертвенник надо положить жертву. хочу оговориться, потому что доходят до меня слухи, что народ некоторый считает, что я говорю о том, что вы не спасены. Это ересь. Я никогда так не сказал. Я не о спасении. Я призываю вас в великое. Иисус не говорил, что вы не спасетесь, когда Он предлагал раздаймение этому богатому юноше. Он не сказал, ты не спасешься. Он сказал, если ты выполняешь заповеди, ты уже спасен. Но, если хочешь быть совершенным, меня Бог поставил призывать вас не только к спасению, к совершенству. Я призываю к совершенству. Я проповедую вам. Как говорил Иисус, следуй за мной. Это послание мое к вам. Поэтому не надо мне приписывать другое. Если вас устраивает спасение, я призываю вас последовать за Господа. Не пустые жертвенники имеется, а класть туда жертву. Чтобы сошел огонь Духа Святого на вас. Потому что уже идет. Уже шум идет. Уже спускается огонь Духа Святого. И мне бы очень хотелось видеть церковь всю в огне. Всю в огне Духа Святого. Это будет чудесно. Чудесное поклонение Богу. Не одного дня воскресного, а каждый день. Все 24 часа. Надо поклоняться Богу все 24 часа. Все 7 дней в неделю. Все 365 дней в году. Всю жизнь, какую Бог тебе определил. Просто жизнь твоя должна стать жизнью поклонения. поклонения. Посвятите себя Богу. Посвятите себя Богу. Вот глаз вопиющего в пустыне кричит и вопьет. Посвятите себя. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези. Стиви Богу нашему. Я хочу, чтобы каждый встретившийся с вами мог сказать, что у тебя есть Бог. Каждый мог сказать твой Бог. Помолись Богу своему. А самое основное для меня это чтобы Бог сказал ты мой друг перед всем небом. засвидетельствовал это мой друг. Хотите этого? Посвятите себя послушанием. Посвящение без послушания. Ничто. Пустой звон. Злин, злин, злин. Услышьте, пожалуйста. Я вас благословляю.